В Белгороде-Днестровском задержали насильника-рецидивиста. Уже отсидев 8 лет за изнасилование, мужчина в очередной раз стал фигурантом уголовного дела о преступлении сексуального характера. Жертвой извращенца стала 30-летняя местная жительница. В дежурную часть Белгород-Днестровского городского отдела милиции поступило сообщение из больницы. Дежурный врач сообщил, что к ним доставили женщину с телесными повреждениями, которую изнасиловали. Сразу же к потерпевшей в больницу был направлен наряд милиции. Когда милиционеры приехали в милицию, женщина находилась в шоковом состоянии. И все, что она могла объяснить, это то, что к ним в дом залез мужчина, который пытался ее изнасиловать. Мужа пострадавшей на момент преступления дома не оказалось. Женщина, зная, что он скоро должен вернуться, оставила двери дома незапертыми, чем и воспользовался злоумышленник. Последний, пребывая в состоянии сильного алкогольного опьянения, перелез через забор и проник внутрь помещения. Она думала, что в комнату вошел муж, поэтому не вставала с постели, не посмотрела, кто это. Но когда незнакомец попытался ее изнасиловать, она посмотрела, увидела, что это не ее муж и начала звать на помощь. Но так как рядом никого не было, насильник закрыл ей рот рукой, начал давить за горло и довел ее почти до полуобморочного состояния. И когда женщина, чуть ли не теряя сознание, перестала звать на помощь, он воспользовался ее положением. Получив подробное описание Казановы, правоохранители быстро установили личность насильника. Им оказался 49-летний местный житель, уже отбывший срок за аналогичное преступление. Собрав все нужные сведения, опросив свидетелей, милиционеры установили личность подозреваемого. Им оказался 49-летний житель нашего города, который уже привлекался к уголовной ответственности, вел асоциальный образ жизни, нигде не работал. Пока проводятся необходимые экспертизы и следственные действия, неудачливый ловелас находится в изоляторе временного задержания. Судьбу насильника решит суд. Сейчас в отношении этого гражданина возбудили уголовное дело по статье 152 «Изнасилование». Это одно из самых тяжких преступлений против личности. Санкция этой статьи предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы. Но сейчас еще ведется следствие.